Дорогие друзья, с большой радостью передаю слово Елене Ивановне Якубовской, ведущему научному сотруднику Института русской литературы Пушкинский дом, кандидату искорствоведения, нашему учителю, выпускнику консерватории и тема сообщения собрания Натальи Голды-Котиковой в фонде фонограмм-архива Института русской литературы. Мы сегодня услышим записи 1950-х годов. Дорогие друзья, я рада продолжить наше знакомство, ваше знакомство с нашими уникальными коллекциями. Мы сейчас продолжаем движение во времени. У нас была встреча о записях в 1940-х годах, причем отдельно в мае. Я просто счастлива, что мне удалось показать записи Румцова, которые вошли в сборники псковских. Первые, можно сказать, записи с Псковского озера. И сейчас мы остановимся на записях в 1950-х годах. У меня три таких больших фрагмента. Один из них – это Ленинградская область. Второй – это Псковская область, причем по следам Эльзе Малер. Это продолжение того, что в прошлом году. Ровно год назад мы здесь слушали. И немножко инструментальных и таких интересных вокальных, необычных вокальных записей из 1950-х годов и других районов. Просто уже после 1954 года на дольбомы перешла на магнитную ленту. Там другое будет качество, там другие будут отношения во время записи и так далее. Здесь совершенно, ну, уже, по крайней мере, всем, кто здесь, сейчас знаком этот процесс, как это происходит. Да, да, хорошо. Шумов будет достаточно, и без окна. Вот. Я хочу… У меня есть всякие новости, в том числе и изобразительные. Кирилл, давай следующий слайд. Это чудесная фотография Натальи Ивовны, никому неизвестная, только Анатолий Михайлович ее видел, потому что он бывал у нее в гостях. И она, он вот такой ее, и я ее тоже запомнила. Удивительно такая теплая. Хотя качество плохое, но это, видите, просто было щелкнуто с фотографией в рамках. Вот она, наша Наталья Ивовна, душа и сердце. Ой, для многих и многих друг и человек, который, можно сказать, вернул к жизни очень многих. А самое главное, он запустил этот человек в футболистику своего ученика, Анатолия Михайловича Мехницова, от которого пошло все то, что мы сегодня видим, и не только сегодня. Два слова о Наталье Ивовне, потому что есть, ну, кто-то, кто ее знает. Следующий слайд. Наталья Ивовна Котикова, урожденная баронесса фон Остен Сагин, одна из легенд отечественной фольклористики, выпускница Ленинградской консерватории. Причем она была однокурсницей Феодосии Антоновича Рубцова, только он окончил композиторский факультет. Она инструкторский был такой, ну, это, собственно, педагогический, рок-педагогического факультета. Потомственный музыкант, в частности, ее прабабушка София Зыбина была одной из любимых учениц Глинки. И не только как вокалистка, но она сочиняла удивительные, просто очень интересные романсы, которые достойны всякой пропаганды и исполнения. Корни, а это ее бабушка Екатерина Константиновна, которая была поэтессой, прекрасной пианисткой и контрактой. Если София была сопрано, ее дочь была контрактой. То есть Наталья Ивовна детство все годы провела в имении, это в Псковской области, потому что корни ее родословные – Псковские земли. Она вот с этой стороны происходила из Псковских дворян, с другой – со стороны их отца, деда Остенцакина, из Остзейских. То есть это как раз часть современного Печорского района, кто-то, что обходит из дворян. Дальше идем. Звуковое собрание Натальи Ивовны Котиковой является уникальной коллекцией высокохудожественных образцов песен и наигрышей, объединенной замыслом целостного полевого обследования Псковских земель. В 1946 году начинающая собирательница была приглашена тогдашним заведующим фонограммархивом Феодосом Антоновичем Робцовым для участия в фольклорной экспедиции Пушкинского дома. В 1947-1949 годах Котикова работает под руководством одного из крупнейших следующей листа. Это как раз время, когда Наталья Ивовна начала, и Феодос Антонович был вот такой в 1946-м. И это я нашла наконец соответствующую по времени фотографию Софии Давыдовны Маргет, которая для Натальи Ивовны была первым руководителем ее экспедиции, человек, который передал собирательский опыт ей. И, собственно, вот запустил саму натуральную волну в собирательскую жизнь и практику. Начиная с 1951 года, Котикова работает уже самостоятельно под эгидой Ленинградского отделения Музфонда СССР. В ее поездках принимают участие ленинградские композиторы, музыковеды. Мы позавчера это вспоминали замечательные, в том числе и Гаврилин, которые были в то время студентами Ленинградской консерватории. И позже уже Слоневский, например, все есть уже взрослым человеком, Анатолий Михайлович тоже, в общем, сформировавшимся музыкантом. А сегодня прозвучат песни и наигрыши Ленинградской и Псковской областей. Записаны эти песни и наигрыши, которые мы с вами услышим, на восковые варики. Я прошу прощения, если я повторяюсь, но все-таки, поскольку эти записи требуют особого внимания, особого подхода к прослушиванию, все-таки немножечко два слова о том, что это за технология, потому что это малоизвестная вещь. Значит, вот это типичный, ну, их было много модификаций, ну, вот это такой типичный фонограф. Здесь видно, что существует вот желтенький видового цвета, это восковой валик, собственно, сам носитель звука. Значит, он надевался на штырь такой, который приводился в движение с помощью пружины. Вот ручка, которую вы видите справа, значит, ей пружину заводили, и валик совершал вот такие движения. А в рубах, трубу, которую называли народные исполнители, да и собиратели тоже, значит, шел звук от игрока или певца, или ансамбля. И затем там мембрана, которая была взаимосвязана с иглой, игла совершала вот такие движения. То есть она, вот эта бороздка, и она при этом еще, значит, шла вот по кругу. Ну, и при воспроизведении, естественно, обратная картина изводилась. Игла проходила бороздку, и мембрана излучала звук как раз через эту труппу. Но это все прекрасно. И вы понимаете, что таким образом, как вот в старинной фотографии ранней, снимается просто буквально портрет этого звука. Немагнитная лента, которая очень искажает. Недаром вы все сами не узнавали. Помните, бывало свой голос, когда при записи нам... Ну, цифровая тоже имеет свои особенности. А здесь это буквально, но, естественно, записывалась на звуковую дорожку не только полезная информация, но и шум вот этого штыря, который, значит, делал такие очень мешающие, иногда даже заглушающие звуки производительства. И еще беда. Если хотел собиратель расшифровать, значит, он должен был прослушать не один раз. Мягкий материал этой бороздки он портился. И было ограниченное количество, после которого уже многие записи Ленева и Пятницкого, поскольку они расшифровывались собирателями, они... То есть там слышно где-то в отдалении что-то. Такие записи и у Котикова, и вот сегодня несколько таких будет. Ну, вот, но некоторые записи, которые как раз не попали в сборники, они к нашему счастью сохранились, причем иногда просто удивительно хорошо. Вот. И поэтому нам предстоит потрудиться, но мне кажется, что особенно если есть кому с чем что сравнить, это просто очень сложно. Итак, значит, Ленинградская область, да, мы следуем следующий. Это 51-52 год. Начало деятельности самостоятельной Натальи Волны. Значит, Союз композиторов был обязан помогать домам народного творчества и всяким таким самодеятельным организациям. А фольклор очень часто исполнялся на сцене. Это был пик, можно сказать, вот этого развития. Уже он уходил в быту, но что-то сохранялось, может быть, даже благодаря тому, что эти коллективы что-то такое пели для сцены. Но, естественно, происходил отбор. Часть репертуара пропадала. Значит, сегодня мы с вами услышим записи, значит, мы, где там сядь у нас, вот она, Тихвин, Тихвинский район. Да, 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 ой, спасибо огромное. Вот. И, значит, ближе туда вот Петродворец в Ломоносовском районе. Вот это у нас будет Ленинградская область. Два таких точки, два места. Значит, у нее не было, у Натальи Волны, собственных валиков. Она их занимала у коллеги. У нас сохранилась замечательная дарвиша. Расписка. Это ее почек чудесный, Наталья Волны, любимый мною, как хранителем ее коллекции. Вот. Она, значит, получила 20 валиков для записи. Вот. А Лидия Михайловна Кершнер, это, кстати, тоже ее однокурсница. Тоже выпускница 31-го года. Итак, Наталья Волны, фонографы 20 валиков. Что же удалось записать? Дело в том, что еще до войны началась собирательская деятельность в огромной, так далее, городской области. Я думаю, что все знают, что в нее входили районы Новгородской области, Псковской области, чуть ли не Тверской части. То есть, очень огромная, просто большая территория. Ну и, разумеется, вся современная Ленинградская область. И велась работа с прицелом на составление сборника. Но в 1939 году, вы знаете, фонограм-архиев перешел под эгиду Пушкинского дома. А там филологи. И причем многие так социально детерминированные и, значит, ориентированные на то, чтобы показать советский фольклор. Вот непременно именно советский. Вот это и современный даже. А вот совет, что это такое, только они и знали. Поэтому сборник, который вышел в 1950 году, например, по итогам этих экспедиций филологических, он, конечно, никоим образом не представляет традиционную. Ну, вернее, представляет, но в крохотной, крохотной, в окном, очень мало там. А Феодосий Антон Щурцев, который был музыкальным редактором этого сборника, участвовал во множестве экспедиций. Ему хотелось, в этих экспедициях встречалось множество отличных музыкальных образцов. И он мечтал о своем сборнике. И вот в свое время, в 1958 году, выходит... Так, давай, показывай, на сборник. Вот этот сборничек. Я должна вам сказать, что это... Тут как-то был юбилей, и в Союзе композиторов даже было заседание, и коллеги, значит, делали сообщения. Там множество очень интересного материала. И часть записей, да, и часть материала Тихвинского района, ну, и Ломановские записи, они, вот, Наталья Ломна делала специально с прицелом для создания этого сборника. Естественно, поэтому, кстати, фонограммы им пострадали, потому что они расшифровывались, там, вслушивались, ну, тем не менее. Значит, давай, самый заголовок. Я пока... И можно сразу карту... Следующую карту. Так, а, ну, да, хорошо. Нет, 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 значит, это 13-й слайд у нас. Карта деревни Дороховой, и они... Вот, ну, дальше. Вот. Значит, это мы находимся в бассейной реке Сязь. Здесь не прозвучат записи, так как они просто совершенно... Ну, то есть, человек, который захочет поработать с этим материалом, конечно, нужно расслушать, тем более, что сейчас есть способ, электронные программы, которые могут немножко прочистить часть. И вы сегодня услышите не все, но часть образцов, которые прошли такую первоначальную, еще пока грубую реставрацию. Но все-таки из Дороховой я просто хочу сказать, вот, кто хочет заниматься там этим материалом, не знает, что там. Это прекрасный гармонист, которого можно расслушать, если нужно изучать, то там можно услышать что-то. Значит, там женский хор, в деревне Дороховая, свадьба, за столом-столом дубовым, красота ли моя красота, по сеням было по сенечкам, ну, и еще тексты к ним, на эти напевы. И затем, значит, интересная игра с Альюноу, тем, кто изучал новгородскую там, скажем, да, антицию, это все известно. Вот, много припевок. Они тоже, ну, так не хочу вам показывать, а, в принципе, кто захочет, приходите, все послушаем. Вот, дальше. А, и, кстати, в этой же Дороховой, соседней деревне Винец, вот тут я специально там, фрагмент старинной карты, рядышком находился, находились какие-то алюминиевые разработки, что-то такое после войны, и там были приглашенные рабочие из Воронежской и Курской областей. Полет замечательный, девчонки молодые, ну, конечно, репертуар советский. Вот, к сожалению, нет, романтики есть, возле лилика присутствует, то есть это тоже можно. А вот что вы считаете советским? Назовите эти песни, я их знаю. Я прошу прощения, давайте после доказать, потому что мне очень жалко времени, я очень боюсь не успеть, очень боюсь не успеть. Значит, дальше у нас идет следующая карта, значит, вот Чемихина и Устье. Это тоже, значит, две деревни, которые находятся на разных берегах реки Сязь. Так, это Ильинский сельсовет Тихвинского района, недалеко от станции Цвыльева. Значит, все, о чем я сейчас говорю, это все можно найти в расшифровке сборника Упцова, народные песни и городской области. Значит, первый образец, который вы услышите, это под окрасную я, девица, страдала в исполнении семейного дуэта Климовских. 35-летний Яков и его племянница Галя. Слушай, значит, слушай, да. И давайте этот самый текст. Ага. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот, теперь две песни раннего слоя. Это вот две волюшки, но это разные песни. Там называют волюшкой песни не только по сюжету, они исполнялись во время свадебного обряда. Деревня Устья. Больненькая пташечка, она канаринка. Я думаю, те, кто изучает городскую область, понятно, о чем идет речь. Сейчас мы услышим варианты с деревни Устья. Запевала, вспоминает. Мать песенница была с ней, вместе пели на работе, когда Лен Бололи. Она и я всегда пели. И эту песню они тоже исполняют не только на свадьбе, но и просто так. Значит, идет у нас сонограмма с второй милострофой. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И сразу еще одну Олюшку. Это Олюшка, уж ты воля наша девичья, вот этот сюжет. Не на веки ты Олюшка нам доставалась, красным девушкам воля подомужиться и так далее. Давайте, это просто страница, я думаю, что это не так, как то это в следующий слайде. Вот, со страфой красным девушкам воля подомужиться. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Вот, значит, в следующем году, в 1952 году, Котикова предприняла короткий выезд в деревню Дядлицы. Значит, Ломоносовского района. Так, вот это у нас... Да, да, да. Покажешь? Ну, видно, мы увидели. Хорошо, я счастлива. Впервые упоминается это деревня Песо и книги Годской пятины 1500 года, как деревня Дядлицы, покрова Коповского уезда. С первой половины XIX века Дядлицы находились во владении полковника князя Александра Михайловича Потемкина. В 1866-67 годах крестьяне выкупили свои земельные наделы у Потемкина и стали собственниками земли. Село Дядлицы из 160 домов распинута на двух верстах по проселочной доме в Ропшу. Значит, пишется... Это 885 год Санкт-Петербургской ведомости и Санкт-Петербургской епархии. Это сейчас, буквально этого года, фотография Покровской церкви. А вот такое она сохранялась в 1941 или 1942 году. И, надо сказать, что, видите, это просто отнебрежение. И упал шпиль, и, так сказать, провалился купол, и все. Она еще в 1942 году была совершенно вполне реставрируемого состояния. Но, тем не менее, сейчас идут работы. Надо надеяться, что здесь она возродится. Записывая репертуар местного хора, Наталья Ивановна Котикова замечает в полевой тетради. О себе они говорят. «Потемкинские крестьяне. Часть деревни старожилы, а часть именовались самряне, переселенцы. Речь в окружающих деревнях иная. У нас, говорят, чище и мягче». Вот я благодарна Елене Киселевой, которая мне напомнила, что я тоже записывала около озера Самру, который находится в современном Сланцевском районе, тоже себя называют самлянами, и тоже считаю, что они как-то выделяются среди других. Вот. Здесь совершенно другая манера пения, но отчасти она связана с тем, что эти исполнители, они же были и церковным хором. Давайте две лирические песни, фрагмент «Душты голенька и голя голубочек». «Порта rocky» «Олзинка Никола и голя заманка и хранка. Олзинка Никола, глajes губочек» Олзинка Кису Олзинка Кису Продолжение следует... 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 Но ты сдам летом, но удастся ли напечатать сотни песенных текстов, неизвестно. Денег нет. Никто не берется в такое-то тяжкое время. Это было написано в 41-м году. Сборник удалось издать лишь через 10 лет из письма Эльзы Малер 48-го года. Я бьюсь созданием печорских песен. Никто не берется печатать моих чудесных песен. Я вперед отказываюсь от всяких заработков, только песни жили и были спасены. По воспоминаниям современников, Елизавета Эдуардовна оказалась не только энтузиасткой русской культуры, русских народных песен, но и человеком большого шарма и большой широты. Надо сказать, что студенты ее семинаров все были влюблены не только в нее, но и в русскую культуру. Она постепенно... И коллеги называли ее человеком, который совершал мирную русификацию базовских студентов. Известный историк-филолог и искусствовед Николай Ефремович Андреев вспоминал Владимир Иванович Малышев, наш Пушкин-Одомский, после того, как встретил Эльзу Малер на конгрессе в 1965 году в Москве, писал мне, помилуй бог, какая же она швейцарка, она же московская поповна. Для самой же Эльзы Малер Печорские экспедиции стали одним из главных событий жизни. Незадолго до своей кончины она пишет своими давнему сотруднику в Собирании русских песен Леониду Зурову, «Как мы хорошо когда-то здравствовали Печора! Я готовлюсь к последнему пути. Уж очень больно иметь две родины. Это мне навязано. Она у меня одна, и русская». Перед самой войной Феодосом Антонович Рубцов и Пелагея Ширяева успели записать песни на другом, советском берегу Псковского озера. Давайте дальше возьмем. Ну, Печоры вы видите, мы говорили в мае о той экспедиции, и сразу же после войны экспедиции Пушкинского дома с участием Котиковой продолжили обследование теперь уже доступного нам Печорского района. А в 50-х годах Котикова продолжает работу с исполнителями, с которыми в 1937-1939 годах работала Эльза Малер. Готовясь к экспедиции, Котикова делает репертуарные списки записей Малер, которые мы находим в ее полевой тетради в 1952-х годах. Ну, фонозаписи Котиковой и ее дневники полевые хранятся у нас в фонограммархии, коллекции 237-238. Итак, Печорский район, записи по следам Маля. Значит, сегодня будут записи лавры, зелененькое. Увиденное, да. И северные районы, прилегающие к Псковскому озеру. Это будет Колье, тоже зелененькое там, да, значит, городище ниже, вот по границе с Эстонией. Вот эти места. Пользуясь случаем, показать вам редчайшие фотографии послевоенного Печорского монастыря. Кто был сейчас, видите, да, здесь разрушенные стены, но, тем не менее, внутри все остается так. И даже вот вход в Михайловский собор, который знают те, кто там часто бывает, он, в принципе, сохранился. А вот стена, она разрушена и лишена, значит, и еще одну фотографию лишена. Это вот в таком виде пребывали после войны стены. Значит, в 52-м и 53-м годах Котикова делает записи на фоновалике, значит, в Лавровской волости и в Северной части, Кулийская и Городищинская, а также Печковская волости. Воспользоваться фонографом Наталью Двуму вынуждены дают те же обстоятельства, что и десяток с лишним лет назад в мае. Просто в деревнях нет электричества, а фонограф электропитания не требует. Сейчас мы переходим к записям деревни Кухи. Это 52-й год. Как раз Эльза Малер непосредственно в этой деревне не записывала, она работала в соседних деревнях Кулиска и Лисьёк. Тоже знакомая нам по последующим экспедициям. А Котикова в Курье записывает певиц старшего поколения. Это 60-летняя Феодосия Васильевна Валетова, ярлик, руководитель хора. 67-летняя Елена Невалихина. Можно показать запись. Сохранились фотографии. Очень мало фотографий этого времени. Это вот Наталья Ромна работает с Еленой Невалихиной. Очень выразительная бабушка. Её сегодня мы послушаем. Валетова вспоминала. У меня мать была заботчица всех свадеб. Я от неё училась. Бывало на суприкках она напела, бывало все девки просят. Тётя, покой, а мы поучимся. А у меня брат Яшк тоже все песни знал. Мы за маму, я сетя, будем. Вот сейчас вы услышите горы, вариант Елены Невалихиной. Добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь молодость. Другая певица. Ксения Матвеевна Мулекова. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь ансамблевое исполнение. Интересно сравнить. Я должна прокомментировать начало фонограммы. Конечно, в то время все гордились тем, что их записывали. Мечтали услышать свои песни по радио. Поэтому на фонограмме осталось объявление. Кто-то из местных работников культуры, которые помогали на тревогу записывать, торжественно объявляет. Товарищи, сейчас по радио будет выступать кулейский хор. Товарищи, сейчас по радио выступает кулейский хор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Замечательный список женихов. Второй за книжника-зачитальщика. И третий за дуточника, естественно, за свиречничника. Этого она уже выбирает. Переходим к записям в деревне Городище. Покажи, пожалуйста, пейзаж. Городище на самом берегу почти Псковского озера. Это записи, фотографии того времени, когда Наталья Волна была там. Надо сказать, что и лодки, и камуши остались прежними по сей день. Деревня Городище в период существования Истоцкой Республики была объектом внимания нескольких собирателей. Напомню вам, что в 1936 году вышла небольшая брошюрка, составленная художницей Марией Романовной Шпис. Свадебные песни и обряды из свадебной игры записаны в городище Петцерского, ну, так писалось, бывшей Псковской губернии в Эстонии с ее собственными иллюстрациями. Отчасти по следам Марии Шписа, отчасти по рекомендации археолога Леонида Зурова, Эльза Малер много записывала в деревне Городище. Даже вот есть воспоминания одного из тоже деятелей русской культуры, что это была ее любимая деревня. Воспоминания такие. Мы даже ездили с ней раз в ближайшую деревню Городище, где были хорошие танцовщицы таких, например, танцев, как «Забавнейшая уточка». Ну, эта лутка шла в ближайшую. И хорошая исполнительница народных песен. У нее были всякие аппараты, которые записывали, и было чрезвычайно любопытно. И опираясь на это рассказание, я думаю, что все-таки это действительно было оригинальное изобретение вот этого технического профессора из Базеля, что это был за аппарат. Ну, они тоже, этот коллектив тоже был участником этих русских, праздников русской культуры, которые проводились в Печорах в том числе. Их очень много записывали. И интересно, это обращаясь к сборнику Маля. В ходе пели тетка и четыре племянницы. Тетка Ефросинья Николаевна Езева, а племянницы Аксинья Гавриловна Гусакова и Елизавета Федоровна Укатова. Заказали Езева, Гусакова и Укатова по очереди. А в сборнике Маляр Ефросинья Николаева, которая почему-то не хотела назвать собирательницей своей имени и фамилии, так и осталась под прозвищем «Тетушка Езиха». А молодые тогда ее племянницы обозначены как Лиза Укатова и Ксения Гусакова. Сейчас прозвучит одна из пасхальных песен в записи Котиковой. Сюжет «Дочка Пташка». Исполнители, вот как раз Елизавета Укатова и Ксения Гусакова. Песня исполнялась на Пасхе. За руки взявши возьмемся вокруг, потом развиваемся. Все голоса в кучу сбиваются, а развиваемся, и голоса расходятся. Песня исполнялась на Пасхе. 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 «Я понимаю, что это очень важно для тех, кто знаком с этим материалом занимается. Это прекраснейший вариант. В принципе, она записана практически до конца. Можно работать с этой записи. Вот видите, ждут у меня реставрация. Хотя все-таки еще не все звуки сняты, вот эти технические. Но все-таки там абсолютно ясно слышно. И, кстати, можно петь по этим записям. Потому что, я и говорю, что это буквальный отпечаток потока звукового. Еще ни одного полидорожника их вариантов. Субтитры создавал DimaTorzok Песня и Туркет Песня и Туркет Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, упал уже на исходе. Теперь переходим к нескольким словам, которые мы записываем в деревню Никольщина. Это Лавровский сельсовет, это то, что мы на границе с Эстонией и Латвией, в самом низу, видели зеленую область. Никольщина расположена недалеко от деревни Лавры. Надо сказать, что, чтобы прокомментировать фотографию, которая будет дальше, Центрами культурной жизни в Печерском крае, как я уже говорила, были многочисленные русские культурные, просветительные и благотворительные общества. И эти общества проводили, что они только не проводили, сельскохозяйственные выставки, выставки рукоделий, литературные обсуждения, кулинарные курсы, сельскохозяйственные курсы, вечера для молодежи, балы, театральные постановки, танцевальные вечера и даже конкурсы красоты, где выбиралась мисс Лавры. И там, значит, в фонде Краевического музея школы в Лаврах родится, вот лента, которая подарена самой вот этой бывшей мисс Лавры. Мария Ивановна Ласкина, это одна, вот здесь это более поздняя, прекрасная фотография ее сына Николая, одна из песенных семей, там были семьи, например, там 14 человек в семье, 8 человек поют, хор семейный. Веселовые, мы с ними общались в 80-м году, но остались там несколько буквально, замечательные совершенно люди. Быстровые, там, ну, в общем, много их было. И один из известных гармонистов, это был Захар Прокофьевич Ласкин. К сожалению, он погиб потом в вину, в общем. А это Анна Ласкина, сестра Марии, вот в традиционном костюме. Это фотографии изборника Мария. Котикова записывала нескольких сестер Ласкиных, и сына одной из них, Василия Петровича, который, значит, тоже участвовал в все равно семейный ассамбль, существовал. Так, ну, мы чуть-чуть плясовая. Да. Значит, еще одна шуточная песня, которая идет от солдатских, значит, строевых песен. Да, деревенские мужики. Да, деревенские мужики. Слистывали. Сейчас в исполнении Василия Петровича. прозвучит замечательный отыгрыш на губах. Эта частушка, она, я ей пришлось ее отрезать, потому что там совсем не слышно. Вмечательный совершенно напев местный, щемерецкий. Ну, для большинства товарищей, сидящих здесь, всем знаком. Вот, а это, ну, подражание гордона. КОНЕЦ Ну и сейчас в заключении несколько записей в других районах. Значит, это Дедовичский район, сейчас он не существует, наверное, да? Есть? А, ну, вот, это тут от Порхова. Ашевский не существует, Ашевский, он как бы в Бижаминский перетек плавно. Вот, и одна запись из Лягского района, которая тоже не существует, это территория Гдовского, временного Гдовского района. Гдовского, вот, Лягский, он практически весь, ну, во всяком случае, тупица, но это Гдовский район. Вот, сначала, значит, в Дедовичском районе, сейчас буквально вот просто некоторые какие-то записи, те, которые удалось нам более-менее почистить, чтобы инструментальная музыка чуть-чуть. Значит, это гармошка хромка 25 на 25, русского, парню 25 лет. Гдовский район. А сейчас шуточная припевка. Значит, исполнительница рассказывала так. Веселая узнала от мамы. Мы так дразнили мальцев. Эту песню пели и просмеивали, как умница. Тоже с таким припевом за умом. Гдовских район. Гдовского района. еще один образец я хотела показать сольные частушки с характерным лирическим напевом напоминает напев который все знают к сожалению почистить особо не удалось сейчас доски и частушки под гармонию кстати сам так объявляет это не адский вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь несколько записей в Ашерском районе, буквально друг за другом. Значит, два наигрыша на хрумке тоже 25 на 25. Саварь и псковская прессовая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы понимаете, что здесь чуть-чуть замедлялась запись, поэтому при произведении чуть-чуть быстрее. Ну, там чуть-чуть. Это надо советоваться с тем, кто играет, насколько важен такой темп и так далее. Ну, в общем, я-то вот не играю. Ну, нормально, да? Ну, да. Ну, в принципе, да, они же ускоряют, насколько это возможно. И, значит, сейчас, 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 сейчас. Желейка. Три найгрыша. Значит, первая – это скобаль тоже. Называется это «Напосок». Второй – «Балагушка». И третий – «Русская». Три найгрыша. Три найгрыша. Ха-ха-ха! Три найгрыша. КОНЕЦ Он говорил о своей жалейке, что в ней, наверное, он напишет шесть отверстий. Ну, из тросты сделана жалейка, оставляется пищик. Он говорил так, что вот тут две хорошо играть, они так и переливают. А во вторых надо сделать три дырочки, но не удалось такую историю сделать и записать. Значит, по поводу этих трех нагрошей. Первое, он говорит, это игра бедная, заумынная, и определяет ее как псковскую. Второе, это играл Великолудскую Федора Ивановича Скопска. Третий, значит, он так сказал, это Скопска, это как на маленьких гармошках играли. Вот маленькие гармошки были, а нарядочки, и на их играли. Вот такой вот. Редкие записи, надо сказать, что духовые инструменты вот в этой части, в Московской области, исключительная редкость. Вот это, можно сказать, во всех варечных записях 50-х годов единственный образец. Значит, практически все, что вы слышали, вошло вот в этот сборник. Всем известный, это я с любовью демонстрирую надпись, которая сделана еще тем фонограммам архивцев, которых уже нет. Мы пришли на их место. Они действительно участвовали и советами, и всем вообще в создании этого сборника. Вот, но есть одну запись, я продемонстрировала, которую не нашла в этот сборник, потому что на территории Ашевского района Наталья Юрьевна в ней встретилась замечательная исполнительница, родом из деревни Теребын, Громашовского сельсовета Ростовского района Смайенской области. И одну лирическую песню мы послушаем. Зовут ее Лидия Ивановна, исполнительница Грачева Лидия Ивановна. Она не говорила так, что... Ну, суть по-моему, так сложилось, что она жила не дома. А песни знает от матери. Мать умерла в 85 лет. Это был 39-й год. То есть мать глубокой традиции. До конца дней пела. Был замечательный голос. Не голос. Голосюга. Ну, и материна песни Лидия Ивановна сохранила как память о ней. Ну, вот одна из великого... Там несколько вариков. Послушаем Травушка-муравушка. На третьей-пятой неделе великого паса выходили кликать весну. Травушка-муравушка. Ну, Tranquilo по-моемуар, стало то, что ее приimaginало. Угнаться для тех, кто экземенов беремся. А мы горим сразу, Reading, через силу Людмил глава binary на картикала фло! Субтитры подогнал «Симон» 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 К сожалению, я бы не сказала, что хорошо сохранилась, но если интересно, девчонки голосистые, там несколько было, ну и там еще, почему еще они? Они были все-таки из разных мест. Вот, например, да, мы все воронежские, но это разные. Частушки замечательные, просто замечательные. Ну, вот, вы слышали, как они хуже, чем из Бомска. Просто у нее, видимо, и сам аппарат был хуже, может быть, она еще не так справлялась с ним. Но все-таки этот материал можно привезти. Если это интересно, то и курские есть. Есть курские девочки, и есть воронежские. Спасибо. Спасибо, Елена Ивановна. Я надеюсь, что наши встречи продолжатся, потому что, несомненно, и я думаю, что все поддержат меня. Звучание этих молодых голосов, быть исполнителям 50-40 лет. Звучание нас вдохновляет на подвиги. Нам сразу хочется все это есть. Да, у нас есть записи 80-х годов, но уже где-то и фактура, где-то и... Это еще интереснее. Да, да, да. Ну, может быть. Но это нужно обдумать, как, каким образом, значит... Конечно, я думаю, что человек совсем не опытный. Ну, сложно. А вместе с тем, как их оставить там лежать? Нельзя. Надо петь обязательно. Дорогие мои, у нас перерыв до 15 часов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.